Друзья, привет! Это новый выпуск программы Владивосток, как известно, город дождливый. И вот такие дни, когда снег больет, как из ведра, совсем не редкость. Ну а гулять все-таки хочется, да и выходные никто не отменял. Поэтому мы для вас придумали интересный маршрут. Если вы хотите провести свой выходной во Владивостоке интересно, то посмотрите нашу программу. Мы направляемся в музейно-выставочный комплекс «Достояние», которому в июле исполнился всего один год. Но он уже успел удивить многих. Красиво очень, конечно. Но я вот не представляю, как сотрудники ходят тут целый день. Туда-сюда. Устаешь. Здравствуйте! Добрый день! Музейный комплекс занимает несколько этажей. На каждом своя тематика. Сейчас, во время нашего посещения, здесь работы местных художников. Но экспозиция постоянно меняется. История самого здания, она тоже очень интересная. Вот как мне рассказали, здесь раньше жил предприниматель Лев Вахович. Это конец 19-го, начало 20-го века. У него здесь было всего два этажа. В них находились какие-то мастерские, были и жилые помещения. А уже потом в советское время надстроили еще этажи. И вот такую красивую мансарду, по которой сейчас я поднимаюсь, тоже пристроили. Вид, конечно, потрясающий. Главное смотреть под ноги. А наверху, под крышей, притаилась одно из самых загадочных растений Приморского края – женьшень. Уже много столетий он собирает вокруг себя загадочные истории и легенды. Растение действительно удивительное. Испокон веков его считали лекарственным препаратом. Считалось, что он лечит все, что он буквально, как говорили китайцы, отодвигает смерть. Самое интересное, что это даже не самая такая необычная легенда о женьшене. Самая необычная, пожалуй, история о том, что он был живым. Он обладал сознанием. Ну, собственно, само название – женьшень, человек-корень. Оно так и переводится. Жень-человек, шень-корень. Именно потому, что, как считалось, он может переходить с места на место, он может прятаться под землю, он может убегать от корневщика, который ему не понравился. Это древнее реликтовое растение пострадало от своей же популярности. Корешки нещадно копали и продавали по большой цене. В природе его оставалось все меньше. В советское время на территории Приморья заработали даже совхозы по выращиванию женьшеня. Это период, когда Израиль Ицкевич Брехман, один из наших таких выдающихся советских ученых, он в каком-то смысле женьшень переоткрыл. На основании исследований Брехмана начали проводиться опытные посадки, а уже в 60-е начали организовывать совхозы. То есть у нас был совхоз женьшень, расположенный под Старо-Варваровкой в Приморском крае, и именно он был таким крупнейшим центром производства женьшеня. Оттуда этот корень шел по всему Советскому Союзу. Особую любовь к женьшеню всегда испытывали жители Китая. Они верили не только в чудодейственную силу корня, но и ярко-красных ягод растения. Считалось, что одна-две ягодки могут придать силу ставшему человеку. Ценили и листья. Илья, признавайтесь, вы пробовали? Сам не пробовал. Китайцы, например, они говорят, что пока тебе не исполнилось 45 лет, в принципе тебе женьшень не обязателен. А, вот так. На самом деле меня не покидает мысль, что именно этот корень стал прототипом для мандрагоры из культовой истории про мальчика Гарри. Вы только посмотрите, как похоже. Если посмотреть внимательно, и ручки, и ножки, и даже голова, все у него есть, и есть вообще ощущение, что сейчас, если открыть банку, он запищит, закричит, и придется надевать специальные наушники. В трудах исследователя здешних земель Владимира Арсеньева тоже фигурирует женьшень. А вообще местные жители знали множество вариантов лечебных настоек на основе корня. Если женьшень нужно было сохранить подольше, его помещали вот в такие банки. Говорят, эти корешки в таком виде стоят уже лет 16. А для определения возраста есть особый способ. Когда наступает зима, холодно, женьшень, он как бы прячется под землю и зимует там. А когда уже весна, тепло, растение расправляется и снова выглядывает. И вот во всем этом процессе у него образуются морщинки. Даже здесь можно их разглядеть. И по этим самым складочкам можно посчитать, сколько лет корню. Из царства женьшеня мы отправляемся в гости к одному из самых главных символов России. Мы находимся сейчас в комнате, наполненной самоварами. Но у меня в руках при этом сапог кожаный. Конечно же, знающие люди поймут, что это не случайно. Именно такими сапогами растапливали самовары. А рядом со мной находится основатель музея Александр Анатольевич. Расскажите, пожалуйста, как вообще вам в голову пришло создать такое чудесное место и почему? Когда-то все это началось с коллекционирования. Один самовар, другой самовар. Потом все это перешло к тому, что не только одному мне стало интересно, а моим коллегам и друзьям, которые приходили ко мне в гости. Потом родилась идея, а не сделать ли выставку. И после того, как была сделана выставка, все самовары были собраны и поставлены по старым местам. И стало понятно, что самовары умерли. Как грустно. Это была грустная история. В продолжении этой грустной истории появилась мысль. Надо в таком случае организовать музей, где они будут жить, где их можно показывать, где они будут радовать всех, кто к ним приходит. Свои увлечения женьшини-самовары Александр Гетманов объединил под одной крышей. Говорил, мечтал об этом давно. Так и появился музейно-выставочный комплекс. Слово «самовар» не имеет ни переводов, ни аналогов, ни в каком языке. Самовар – это чисто русское слово. И вообще любой транскрипцией пишется как «самовар». Сам самовар – это российская инженерная мысль. Когда-то, по легенде, Петр I привез водогрейный прибор из Голландии. Но нашим он не понравился, у нас он не пошел. И наши инженеры передумали и перестроили его. И построили конструкцию, которая сегодня называется «самовар». И если мы говорим о самоваре, и где-то за границей говорят о самоваре, все говорят, это русский, это русский прибор. Есть даже самовар в разрезе. Чтобы наглядно показать достаточно простой принцип работы чудоустройством. Кладем щепки или уголь, разводим огонь, вода нагревается, и можно созывать всех на чаепитие. Вот это самый старый самовар сегодня на выставке. Он примерно 1740 года. Это 18 век. Это уральский самовар. Сделан он на Демидовском заводе. Сделан он из меди. И когда-то он контрабандой ушел в Германию. И вот уже из Германии мне его удалось выкупить и снова привезти к нам на родину. И он попал к нам в Владивосток. Чтобы самовары, которые украшали дома десятки лет назад, выглядели так эффектно, их реставрируют. Здесь и те, кто жил за рубежом, и в Центральной России, есть и самовары с дальневосточной пропиской. Вот этот самовар Кунста и Альберса. Этот самовар был заказан в Туле, но ставили свои клеймы. Ему конкурировал известный наш купец Чурин. Он заказывал самовары тоже в Туле, но на другой фабрике. И ставил здесь свои клеймы. А вот этот латунный 40-литровый красавец, родом из Тулы, может похвастаться богатой военной историей. Он принадлежал Ахалцикскому полку, участвовал в русско-японской войне, участвовал в обороне порта Артура, затем вернулся во Владивосток и даже стал участником Великой Отечественной войны. Многие самовары сделаны из латуни, но вообще использовали разные материалы. Такие красавцы, например, как будто из настоящего золота. Но на самом деле это тампак, сплав меди с цинком. Его еще называют цыганским золотом. Фабрика предлагала, если вы хотите ухаживать за самоваром, то у вас латунный самовар. Его надо будет начищать, он будет покрываться патиной. Если вы не хотите возиться, то тогда вам покроют никелем, и он не будет ни покрываться патиной, тряпочкой просто протерли. Для ленивых отлично. Вот я бы такой купила себе. А еще меня впечатлили вот эти чудесные плиточки. Оказалось, в таком виде из Китая в Россию привозили чай. Стоило-то хороших денег. Позволить такую роскошь себе могли далеко не все. Кстати, самое время для чая. Друзья, у меня в руках сейчас самый настоящий базарный самовар. Именно с такими ходили по рынку, предлагали всем чай. Людмила Анатольевна, ну что, будем пить чаек? Скажите, а где вы родились и в вашем детстве были самовары? Помните? Я вообще родилась в Кемеровской области. Даже так? Это Сибирь, да. Вы Сибирячка. Я Сибирячка, да. И у нас тоже у родителей, как бы, уже то поколение, мы где-то проглядывали, а у бабушек, дедушек, у нас у всех были самовары, конечно. За чаем Людмила Анатольевна рассказала мне о самоварах, о пряниках из печи. Вспомнили мы и про детские годы. У нас бабушка очень вкусно пекла всевозможные пряности, заедки, которыми сейчас вот называются так. Поэтому мы собирались вокруг этого стола и чувствовали теплоту своих родителей и своих предков. Съемки в этом месте подошли к завершению очень скоро. Я даже не все успела узнать и рассмотреть, поэтому планирую вернуться сюда еще однажды. Изучайте наш край и страну с любовью. Увидимся в новых выпусках. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова